посольство израиля в норвегии выразила протест все из публикации в местной газете dog blood нескольких комиксов об израиле о том на чем можно смеяться на чем не стоит мы и побеседуем с писателем сатириком главным редактором сатирического еженедельника бессера до марком голесником добрый день марк и я здрасте марк перед тем как мы начнем разбирать вот эти вот комиксы которые были про израиль напечатные которые выразили вызвали прошу прощения такое возмущение посольства израиля в норвегии я хочу рассказать о чем собственно говоря рассказывают эти комиксы на одном из них женщина выбирает продукты в супермаркете и там стоят несколько ряд продуктов из израиля и она и все это сопровождает следующая надпись в какой смысл очевидно имеется ввиду какой смысл покупать продукты если они произведены неэтично на другом картинке женщина с апельсином в руках тоже выбирает эти продукты и надпись соответствующая эти апельсины из израиля вы поддерживаете убийц марк смешно невероятно смешно смешнее всего честно говоря о том что я услышал название газеты если можно и повторить я думаю что все зрители тоже посмеются да да хорошо на самом деле ну мы не дипломаты в отличие от посольства израиля поэтому можем говорить по существу и то что думаем они то что они то что они то что они то что надо в таком случае да да хотелось бы потому что непонятно над чем больше смеяться над этими комиксами или над реакцией да и над темным другим например я честно говоря считаю всегда считал что смеяться можно над всем и нет запретных тем вопрос не в том над чем смеяться вопрос в том как смеяться если это смешно остроумно весело тонко изящно можно смеяться абсолютно над всем я не знаю честно говоря запретов а если это глупо и бездарно тогда просто ни над чем нельзя тут ничего не поделать то есть прости ты считаешь что запретных тем нет нет конечно конечно нет даже если это публичное пространство они лично одно дело мы сидим своей компании люди с одинаковым примерно понятием юмора и рассказывают какие-то анекдоты которые в другом обществе могут показаться достаточно обидными и неприятными могут показаться естественно и и и и это действительно очень тонкая грань могут они показаться и то что нам кажется совершенно нормальным скажем нашим читателям где-нибудь в россии или в америке кажется просто чем-то ужасным совершенно и наоборот то что над чем мы сами смеемся может быть может быть нам не понравится чтобы смеялись другими другие например достаточно в израильской юмористике достаточно шуток про холокост ну можем мы себе позволить и это но при этом когда шутят коллеги других изданий может быть нам это не нравится это очень индивидуальное восприятие очень трудно сказать где оскорбляются чувствую верующих или неверующих или верующих в атеизм а где а где а где им очень хочется оскорбиться поэтому они найдут повод оскорбиться в чем угодно это очень тонкая грань поэтому я считаю что всегда нужно судить исключительно по качеству той шутки которая была воспроизведена неважно в каком кругу а сейчас появлением фейсбук и вообще социальных сетей круг на столь до такой степени стерлись границы между узким кругом там где мы можем себе позволить за бутылкой за рюмкой шутить обо всем и кругом широким где нужна цензура редактура нравственное чувство и так далее марк совсем недавно разорвался другой карикатурный скандал в известном издании шале бдо собственно город стал издание стало известно после теракта который была подвергнута его редакция появилась карикатура в которой был использован образ мертвого сирийского мальчика который утонул когда пытался перебежать из сирии в европу и это тоже вызвало очень неоднозначную реакцию одни говорили что ну да этих этим люди хотели людей потрясти встряхнуть другие говорили что это бездарность безвкусие оскорбление и так далее твоя точка зрения ну мне честно говоря не показалось очень смешной так карикатурой то что было с ней связано но это исключительно мой собственный индивидуальный вкус я может быть такую в беседере точка ру не опубликовал это вовсе не значит что не имеет права на это шарл хибдо для которого для которого для этого издания это стиль это язык на котором они разговаривают со своими читателями их читатели этого хотят любят это и понимают и более резкие вещи даже воспринимают поэтому поскольку не для меня это и не для тебя это сделано и для наших читателей видимо нам это неинтересно и мы не будем подписываться на шарл хибдо но при этом я совершенно не 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 допускаю возможности прийти в редакцию и за то что мне не понравилось взять и расстрелять коллектив этой редакции не угодивший моим эстетическим вкусом знаешь всегда было принято в любых поединках любых дуэлях любых столкновениях конфликтах и диалогах всегда было принято все-таки пользоваться тем оружием которое 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 использует использует твой соперник поэтому ну не нравится тебе карикатура нарисую какую-то другую которая будет высмеивать стиль шарли хибдо или стиль вот этой самой датской то есть как она норвежская да норвежская норвежской газеты например написать на 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 той же самой картинке это апельсин из газа вы поддерживаете праведников и всем будет все будет понятно я думаю что эта карикатура которая в норвежской газете была опубликована это просто ну некоторый недостаток что ли воображение надо как-нибудь обидеть израиль и он искренне возмущается праведников из норвегии искренне им это все не нравится что политически некорректно произведены апельсины не там они на не на тех территориях на том месте не на том месте они выросли ну очень хорошо значит нужно сравнить чем-нибудь плохим но сказать недостаток воображения не позволяет сравнить например например с царем ахалом нечестивцем древне иудейской древне иудейского мира или там скажем сыродом а вот нацисты с ними можно сравнить они плохие они недавно правда надо сказать что когда нацисты были у власти норвежцы не считали что они плохие но это бывает с норвежцами ну это уже такой экскурс далекий я возьму менее менее давние страницы истории скажи пожалуйста все таки получается что главный редактор каждого издания определяет границы дозволенного я обращаюсь тебе именно к главному редактору я почему спрашиваю потому что карикатура это всегда очень-то провокация сознательная провокация она должна встряхнуть читателя конечно обратить внимание в свое время правда прошло уже тоже много лет я думаю лет больше двадцати я помню как в твоем тогда очень и сейчас собственно говоря популярном издании были карикатуры которые возмутили ортодоксальную часть израиля и ты испытал по моему тогда массу неприятных моментов по этому поводу ну поскольку их рисовали талантливые карикатуристы это оправдало я думаю все неприятные моменты которые испытывает главный редактор ну что ж на то он и главный редактор на самом деле неприятных моментов довольно много пытается испытать приходится испытывать время от времени когда мы публикуем какую-нибудь карикатуру про что-то происходящее в россии или в украине немедленно противоположная страна обвиняет нас исключительно либо в ватности либо в укропстве даже менее деликатными словами скажем так в чем только в чем только нас не упрекали и это правильно это нормально это естественно ты совершенно прав что в конечном счете все определяет вкус главного редактора его нравственное чувство его вкус эстетический я бы сказал художественный вкус и поэтому то что идет в номер ну конечно это ответственность главного редактора и конечно автора карикатуры конечно автора шутки и конечно приходится иногда очень много перебирать в голове и что-то обсуждать прежде чем вот такая шутка может появиться в в прессе например не далее тоже давний пример конечно же почти 15 лет прошло но 11 сентября 2001 года сдавалась как раз тогда еще газета биседер и главный заголовок был про конфликт гистодруте но ты понимаешь что это не самая главная тема была в тот день да да уже 12 сентября а газеты уже готовы уже в типографии уже ждут так сказать сигнала чтобы ее печатать вот некоторое время мы все-таки думали как нам следует отреагировать на то что произошло учитывая масштаб и ужас происходящего можем ли мы естественный вопрос может ли сатирическая газета реагировать так вот тогда газета биседера вышла с главным заголовком с таким израиль призывает америку к сдержанность хорошо тонко марк последний вопрос касающийся двойственности реакции на карикатуры разных сторон когда случилась трагедия в редакции шарль бдо я помню в израиле многие говорили о том что это наступление на свободу слова как это так как посмели ну и что что там посмеялись над пророком мухаммедом сегодня когда норвежская газета опубликовала эти комиксы израильское посольство так гневно на него отреагировал главный редактор этой газеты ответил что это всего лишь комиксы что вы хотите смеяться можно над всем за как реагировать возникает сейчас здесь какая-то какое-то лукавство нет лукавство не возникает действительно право любого издаиния опубликовать то что она считает нужным это твою соответствует его вкусу его редакционные политики ощущению реальности действительно это их права то что нам не нравится как они шутят но наше право шутить так как Нет, Марк, извини, перебью. Вопрос в другом. Надо реагировать или нет? Или нужно рассмеяться, или ухмыльнуться и забыть? Ну, смеяться здесь положим нечего, это не остроумно. Ну, хорошо. А реагировать, официально реагировать, это ты спроси в израильском посольстве в Норвегии. Да на все надо реагировать, на все надо реагировать. Но реагировать как раз в силу своих способностей, своих возможностей, своего чувства юмора, своего вкуса. Конечно, надо реагировать, чем мы и занимаемся. Марк, спасибо за этот комментарий, всего тебе доброго. Напомню, что с нами на связи был писатель-сатирик, главный редактор еженедельного издания Беседер Марк Голесник.